Всем привет! С вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой джесс-плей канал и я продолжаю проходить игрушку под названием Valkyria Chronicles 3. Продолжаем там же, где и остановились, в принципе, на наш... город Уэль, указать на наш... На город Уэль нападают бедственные вороны и мы тут как раз таки в прошлой серии, как вы помните, затаривались провизией и всем чем только нам можно и нужно. Пополнится. И вот у нас влетают. Наша задача защититься в течение пяти ходов. Ну, либо завалить всех противников. Все стандартно. Поехали! Не думаю, что это будет сложно, опять же. Все карты знакомые. Опять город. Церковь, оружейная, город и, как бы, пригород, что-то типа Сюбурбс. Да, надо, кстати, перегипировать танк и запустить сразу же Google с его любимым переводчиком. Сразу сделаем это. Так. У нас есть что-то против жары. У нас же жара здесь, да? Жара. Есть что-то против жары? Лампочка, не думаю. Спринклер? Ты, может быть. Как это, кстати, переводится? Спринклер? Надо посмотреть. Разбрызгиватель. Да, скорее всего, он убирает нам эффект жары. Поэтому погнали. Даргаш, иди сюда. Феликс, иди сюда. Противник, по идее, на нас будет нападать, поэтому нам нужно... ...поставить как можно больше ребят, потому что... ...противник первый вылетает. Нам нужно быть готовым ко всему. И дейта давайте еще поставим здесь. Поехали! Пять из девяти у нас... ...войск стоит. Еще четверых можем вызвать. Я готов! Бестственные вороны, в прошлый раз, когда мы с ними встречались, неплохо так... ...атаковали. Бестственные вороны, откуда они узнали про это место? Сейчас будет очень веселая встреча с гусургами, я чувствую. Надо будет Риэля перейти в режим Валькирии и дать ему пиздюлей. Я разрешаю. Ого, очков! Вы издеваетесь? Пять, десять, двенадцать? Серьезно? Так. Надо сюда будет еще Сержа, наверное, вызывать. Хотя броня у нас мощная. Блин, ворона мы вообще не носят, у них 600 жизней. Жестокие парни, блин. Чего такие крепкие? Здоровья у них хоть отбавляй. А, дача. Не очень крепкие парни. Да что у них здоровья? По 300. К примеру, у Феликса всего лишь 266. Даже с крутой броней. Так, командир. Хэви Армор. Вот это херово. Феликсу надо срочно в укрытие. Потому что он сейчас будет стрелять, конечно же, в щит. Они везде! Они везде! Что за тичь? Они просто везде! Феликс сейчас, чувствую, очень сильно пострадает. Если все будут так на него нацелены, конечно же. Капец, они вам положили. Вы посмотрите, какие жесткие ребята. Сейчас надо по дейту, да? Ну, дейт хотя бы пригнется. И у него щит есть еще. Ух, парни! Чего такие жесткие? Нужны нам... Ох, у них еще кто-то в ангаре есть. Посмотрите, какая жесть. Еще скауты у них есть. Нет, тут нам нужен снайпер. Я даже не знаю, кто еще. Очень неплохо они тут нападают. А Рилу туда можно было бы закинуть. Ну ладно, она тут, думаю, справится. С защитой базы. Рила и Курт у нас тут. Ну, они справятся, думаю. Так, тут у нас еще техника. Типец, у них у скаутов по 250 здоровья. Добить его! Вот это жесть! Будем им хотя бы численность уменьшать. А то, смотрите, они тут все ходы тратят практически. Они 9 ходов потратили. Так, и что же мне тут делать? Во-первых, трейдер. Давай немного назад. Надо мортерным выстрелом поработать. Пососить эти укрытия, конечно, но мне на них насрать. Я ими пользоваться не буду. Так, хорошо. Одного отнесло. Танк стоит уверенно на защите. Феликс отхилялся. Что очень важно, кстати. Тейт! Что насчет завалить этого ублюдка? Так, кровь Дарксанса. Я понял. Сколько? 4 удара. Слабенько. Пошли скаутов убивать. Скаутов с одного удара. Тем более, он даже не сможет прыгнуться. В случае чего. Даже если он это сделает, все равно он будет мертвый. Да-да-да, парни. Суперзащита. Оборона, так оборона. Берем оборону по максимуму. Так, парень, умирай. Хорошо. Так, это... Это мы снесли, но насрать. Далее, как я уже говорил, нам нужен тут снайпер. Валерия, выходи. Я выбираю тебя. Так, он меня даже здесь не видит. Бум! Но все равно отдачу умеет делать. Скотина. Давай еще раз, Валерия. Нам надо его убрать. Тут как бельмо на глазу. Давай даже в ногу. Ах ты, скотина! Интересно. И куда же мне ему стрелять, когда он защищается? Это очень интересный вопрос. Я вот из этих мудаков трачу слишком много команд поэтов. Мне нужно их тратить вообще в другом месте. Но сейчас ты не защитишься щитом. Скотина. Так, все, сидим. На этой позиции все неплохо. Где плохо, так это на этой позиции. Тут у нас тем более жара и эффект не уходит. Давай, Ариэллы, посмотрим, где у нас там танк. Не помню, он где-то тут был. Тяжелый танк. Так, все. Все, 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 успокойся, дружище. Мне надо было просто посмотреть, где танк. Твоя помощь, Курт, просто неоценима. Отцелял в щит. Молодец. Это твои лучшие выстрелы были, ты знаешь. Так, вызываем имку сюда. С open fire, наверное. Интересно, она сейчас, если вот тут сюда куда-то в угол встанет. Можно ли через здание как-то стрелять? Или что тут? Да, здание. Танк, ты видишь? Нет, не видит, она танк. Ладно, хер с ним. Давай по этим двум отстреляем. Неплохо, но ты можешь лучше, как всегда. Так, давай сюда второго снайпера. Завалим этого хэви-армора. Прям в лицо. Хорошо, и можно заходить. Ты нам тут больше особо не нужна. Все, дефаем. Депутсуешь первый ход. А какой уже насыщенный событиями. Мне нравятся эти бедственные вороны. Они хорошо нападают. Скажем так, агрессивно. Очень агрессивно. По крайней мере, первый ход точно. Что будет сейчас, я не знаю. Сейчас этот чувак хочет умереть, судя по всему. Если он так свою спину подставляет. Так, лансер. Они уходят, что ли? Не, все еще слабенько, парни. Все еще слабо. Так, это были ваши все войска здесь? Опять же, слабо, парни. Я ожидал лучшего. Мне понравилось, как вы нападали в самом начале. Сейчас вы просто сливаете. Феликс, будет отдача? Молодцом. Меньшего я тебя не ожидал. Еще больше скаутов? Которые хотят умереть? Нет, они не скаут. Бой скаутов! Вызывай сюда, давай. Да, еще больше скаутов, которые хотят умереть. На той же позиции причем. Абсолютно на той же. Но Феликс хоть и подкачается. Он с подружкой своей полежит, а пообнимайся. Здесь же, кстати, у нас какой-то крутой чувак есть. Кстати. Которого я здесь еще не видел. И он даже не собирается, чувствую, к нам. Нам надо самим его где-то искать. Во второй, либо в пятой зоне. Ну, честно вам скажу, я этим заниматься не хочу. Даже если у него какая-то мягкая крутая пушка. Просто я этим заниматься не хочу. Элитный лансер. Так, Валерия. Присоплай. А, ты уже полностью пополнила? Получается, если ты стоишь на базе, то ты полностью пополняешь байзапас, а не один. Да, все так и есть. Прикольно. Век живи, век учись называется. Не всегда знаешь обо всем. Даже если о чем-то знаешь, то бывает забываешь. Как я иногда забываю о некоторых вещах. В деталях этой игры, конечно. Так, ну ты умрешь. Наконец-то. Минус себе одна. И последний патрон летит этому сударю в лицо. Ого, еще и критом. Неплохо. Ты можешь даже уходить. Тебе тут делать пока нечего. Мы взяли тут Кларису, опять же. Ибо у нас тут есть следующий сударь. Желающий помереть. И второй выстрел. Туда же. Хорошо. Можно тут еще кого-то вызвать. Эллиота, например. Просто так. Что у нас, кстати, сзади? А, ну сзади никто к нам не подойдет. Мы тут полностью закрыты, скажем так. Вот так и постоим. Давайте, наверное, сделаем приказ. Эрия АИ. Нам, в принципе, сейчас ничего не остается, кроме как отсиживаться. На наших позициях. Вот и все. Банально, нам ничего не остается. Так, а это лансер, да? Ну посмотрим, из какого теста ты сделан. Видимо, из говняного. У нас танк, кстати, на нашей базе тоже лечится. Неплохо так сидеть на базе. И ждать пока противник сам к нам в лапы придет. Наверное, самое любимое занятие мое в играх. Отсиживаться в глухой обороне. Ну, ты очень логичен стрелять в стенку, практически. Хорошо, что от этого щита пули еще не отскакивают. И чтобы ему в лицо назад не полетели. А то бы он понял, как стрелять в дейта. Так, ну конечно же, тут шоктрубер хочет к нам подойти. И помереть. Ах ты хитрая сволочь. Вы наконец-то научились кидать гранаты. Похвально. Хоть чему-то вы научились. Так, окей. Феликс, что скажешь? Хочешь убить парочку воронов? Мне тоже хочется. Ну, по трупу нет нужды стрелять. Какие-то жестокие. Смотрите, с этой стороны. Так, там еще один идет, как я вижу. Но мы завалим этого пока. Со вторым разберемся потом. Так, ну обойди же ты, танк. Так. Идем в следующую зону. Эллиот. Давай, как Данте. С розочками. Бум. Хорошо. Урон меня радует. Ну, и можно закончить наш ход. Карриар и кон. Можно провести разведку. Вы знаете, где тут крутой чувак? Мне это особо не надо, ибо я буду до последнего тут сидеть. Но, чисто прикольно. Вот и он. А, это Гусург тут у нас. А где тот крутой парень? Это Гусург. Который вот. Тоже, в принципе, можно завалить. Но тут он на нас засаду сделал. Хэви Армор. Лансер. Хэви Армор. Ну, можно, в принципе, пробиться, но я не вижу в этом смысла абсолютно никакого. Можно вот захватить базу вот эту вот. Легко. За один ход я это могу сделать. И за следующий ход я могу прорваться через всю эту оборону и прийти к Гусургу. Но надо ли это мне? Я считаю, нет. Ну, значит, тот именной пацан в зоне пятой у нас как раз-таки. Просто не вижу смысла, если я завалю Гусургой, что что-то изменится в сюжете. Конечно же, нет. Просто будет ранен, вот и всё. Уверен, у нас будет ещё возможность его наказать. Либо если его наказывать, то надо было это делать сразу, с первого хода. Прорываться. Держать тут оборону в ангаре. И сразу прорываться к нему. Вот тогда был бы смысл. А сейчас... Не. Не вижу. Смысла. Потому что уже, получается, последний ход сейчас будет, и всё. Там в течение пяти вроде надо было продержаться. Сейчас четвёртый идёт. О, как вы классы стали, парни! Вас же двоих-то можно легонько завалить бортерным выстрелом. Сорона, что они не хотят сзади Эллиота обойти. Абсолютно мне непонятно. Такая логика искусственного интеллекта. Куча команд-поинтов, но нам особо много не надо их. Нам они вообще не нужны, если так посмотреть. Бум! Там уже трое их, нихера себе. А ну, дай-ка проедусь я немного. Да, можно ещё разок даже пальнуть. Команд-поинты позволяют. Заряды тоже. Да, вот так вот. Абой их должен зацепить. Отлично! Так, ну лансеру насрать, у него слишком много здоровья. Там труппер элитный. Так, заезжаем назад. Всё. Повоевали и хватит. Так, а тут можно даже гранатку кинуть. Типа, чё вы тут, парни? Идите нахер отсюда. И не только гранатку, ещё и дейт там можно им по голове дать. Интересно, он зацепит. Зря, наверное, гранату кинул, но надо было дейтом. Обоих Оприходовать, скажем так. Только зацепишь обоих. Мне кажется, нет. А если так? Отлично. ХП в минус, АП в минус. Давай ещё раз. У тебя патронов нет, тебя насрать. Ну, сколько угодно тут. Новый потенциал. Кстати, эта скотина прыгнулась. Надо было вниз целиться. Чё у тебя за новый потенциал, дружище? Я ж не знаю. Вы хоть делитесь со мной этим, а то новый потенциал. Окей. Этот ещё жив, да? Но недолго. Добьём. Вот так. Даже по танку не попал. Хотя мог. Вот так вот, закрываемся. Даже гусеницу танку прикроем, и всё. Заканчиваем ход. Надо делать больше нечего. Высорк скотина бы сам к нам пришёл, было бы неплохо. Я бы ему показал бы, где тут раки ночуют. Но, к сожалению, отсиживается эта скотина предательская. А тих лансеров нам присылает. Которые нам урона вообще не наносят. Потому что танк цаит на базе и получает баф к броне. Это бессмысленно. Надо только обходить танк сзади и гасить его сзади. В движок. А так, нет смысла его гасить в лобовую броню, тем более. А противник что-то пытается. Ну вот и всё. Добегался. Ну реально, а тих лансеров вызывает. Хоть кто-то решил пройтись. А, элитный труппер. Шашлычков захотел. Так получай. Боезопасом на нуль. Кстати, там можно риелой было пробежаться. Точно. Там уже куча хэви-арморов. Можно было пробежаться и просто кусурку в лицо дать. А, миссия выполнена. Ну всё. Если возможно, я когда-нибудь буду проходить игру ещё раз. Я буду идти на среднем уровне сложности. И, скорее всего, я буду мочить кусурка. Ну ладно, риелой, благодаря тебе мы... Я не забуду этой победы. Да, блин, она ничего тут не сделала. Ранг А. Не знаю, как тут ранг С получить, но ладно. Ни в одной оборонительной миссии я не получил ранг С. Ну, по крайней мере, здесь не было так много противников. Если бы это был большой отряд, мы бы их раньше заметили. Но у нас не получилось захватить город. Но, по крайней мере, мы встретились лицом к лицу. Гусорк, скотина. Этот голос. Давненько не виделись. Гусорк, сука. Не может быть. Это форма бесценных воронов? Да. Это верно. Я теперь подчиняюсь приказами капитана Дахау. Вы не так уж и удивлены, не так ли? Да. Ну да. Я слышал, что вас заклеймили как... Вас заклеймили так, что вы стали предателями. Я от вас решили избавиться. И как ты об этом узнал? Возможно, это просто моя удача. Я просто предполагаю. В армии без предателей не обойтись. Курто, я хочу кое-что у тебя спросить. Курто, я хочу кое-что у тебя спросить. Так за что ты сражаешься? Наши сражения не лишено смысла. Я сражаюсь за Галию. И... Я не изменю свои позиции. Я не сражаюсь за победу военных. Я сражаюсь, чтобы уничтожать противников. Которые угрожают моей родине. Галии и всех их жителей. Врагов Галии? Врагов Галии? Мои противники не только имперцы. У меня есть также враги среди галийских войск. Если их не уничтожить, у Галии не будет будущего. Мы знаем, кто является предателем. И это только вопрос времени, когда состоится с ним битва. Это как бы то, что вы хотите выбрать последующее ответ. Вы не изменяете. Как так? Это твой лучший ответ. Ты ни капельки не изменился. У меня есть своя мечта. Я хочу, чтобы все Дарксанцы были независимы. И из-за этого мне придётся убить Риелу, а потом и тебя. Убить меня? Мы обязательно встретимся. И тогда я пропущу тебя через 7 кругов ада, ублюдок! Запомни это! Предательство карается только смертью. К стенке нахера расстрелять, предателей. Я уже сказал вам о том, во что я верю. Наши будущие сражения продолжатся в таком ключе. Это будет путь полон шипов и преград, но я не отступлю. Я не хочу никого напугать. Если... Ну, я не хочу никого держать здесь, если кто-то хочет уйти. Мы можем здесь разделиться. Я последую за Куртом, для меня просто нет другого пути. Короче говоря, сказал я тоже. Слишком благополучно тупых слов. Куртон, да? До тех пор, пока я тебя принимаю как нашего капитана, Курт, ты останешься нашим капитаном. Галия-я-я-буса, я вам покажу, как я буду летать. Фалькон-ястреб, да? Или... Сокол, точно. Сокол! Галийский сокол будет летать... Выше всяких... Блин, это что за слова? Выше... Всяких состояний. Не знаю, что он говорит. Короче говоря, он говорит тоже. Я последую за Куртом. Вы... Хотите меня... Нам нужны такие глупые вопросы? Конечно, я с вами. Ну ты в своем репертуаре. Мне не нравится работать за бесплатно. Но иногда, получая благодарности, это эквивалентно любой зарплате. Считайте меня тоже. Я в тебе не сомневался, Корея. Ни капельки. Я защищу моих друзей! Феликс... Я же говорил, Феликс у нас лучший в защите. Он и друзей защищает, и базу защищает. Молодец. А я буду для вас готовить. Этого будет достаточно. Юля... Повар. Я не покину этот отряд до тех пор, пока я не уйду в отставку. Я не могу вернуться в мой университет, поэтому я могу оставаться здесь столько, сколько нужно. Я. А вот Дэд может пошатнуться. Капитан, у нас есть еще два места. Эй, ты меня тоже защитываешь? А что, я не могу? А, делай, что хочешь. В конце концов, ничего и не изменилось. Ну, если не считать то, что мы добавили пару проблем себе за то, что мы ослушивались приказы и дезернировали. Ваши преступления достаточно тяжкие. Так и твои тоже теперь. А, ну да, вот старушка говорит, твои теперь тоже. Возможно. Спасибо. Спасибо, ребят. До тех пор, пока мы будем отрядом, кто будет работать вместе, ну, как мы будем работать слаженно, мы преуспеем в наших будущих миссиях. Я возьму ответственность за наше будущее. Это будет все, что в наших силах. Начиная с этого момента. Да вы постоянно эту фразу говорите. Абсолютно. Абсолютли. Александр Невский скул. Но нам все еще нужно решить проблему с нашим продовольствием. Ну, и не только продовольствием, короче говоря, припасами. Да. Припасы будем переводить в саплай. Так, надо думать быстро. Перевод полненосный, подстрочный, как я люблю. Так, и когда безыменные отступили к Уэлю, они еще раз встретились с Гусургом. Блин, это понятно. Они победили человека, кто однажды был их товарищем. И теперь являются членом Бетственных Воронов. Они скоро поймут, что... Что и Бетственные Вороны, и Галлийская армия за ними будет гнаться. Они не могут оставаться долго в Уэле, и однажды начнут свое тяжелое приключение. Единственная вещь, которая может быть сказана... ...уверенная, это то, что безыменная... ...встретится с огромной ответственностью. Я хочу дать тому... ...усачу по голове! И боржу тоже в печку засунуть из сжечьих нахер на костре Инквизиции. Мудаки. Разрушают Галлию изнутри, вот действительно. Так, сейв. Такой сейв, конечно. Такой сейв, давайте. Чтоб не отбиваться от трендов. Тринадцатая глава! Ну, получается, теперь работаем незаконно. Смэк и Эйдан... ...нанесли критический удар по имперской линии поставок. Смэк и Эйдан, Эйндан... Кто это? Генерал, наверное, какие-то. Центральный имперский отряд разделился на две части. Железная защита... Что железная защита? Ну, ладно. В то время безыменные были в Уэле, готовились к их отступлению. Вейзл, там, помню, была очень тоже жестокая битва. Ну, это когда будем в первую часть проходить. Тогда и поучаствуем в той битве за Вейзлельский мост. Ого, музыка что-то залагала. Август... Уэль, короче. Ну, время нам покидать Уэль. Больше мы ничего не можем поделать с этим. Эти огни должны привлечь внимание Галлийской армии. Курт, куда нам теперь двигаться? Во-первых, нам нужно быть готовным к отражению абсолютно любых атак в мгновение ока. Далее, это... Информация. Нам нужно изучить поле сражений, поэтому мы сможем избегать Галлийскую армию. Если мы встретимся с имперцами, мы атакуем без пощады. Как наш самый главный противник. Я сделаю все, что в моих силах, как разведчик. Это моя специальность. После всего. Короче говоря, ну... Ну, в общем... Понятно. Тогда ты будешь этим заниматься. Я займусь логикой. Тут, мне кажется, либо одной линии просто не хватает. Ну, ладно. Если на нас, короче говоря, нападут, то у нас будет очень хорошие позиции. И также мы сможем найти припасы. Короче говоря, будешь заниматься логикой. Позиции танков, солдат и так далее. Понятно. В принципе, этим должен капитан заниматься. Вайсист. Да, типа лучший, да? Мудрый, да. Покидай поле сражения. Сейчас это самый мудрый курс наших действий. Это будет достаточно утомительно. Тогда ты думаешь, что просто пойти и умереть от рук галийского командования будет лучше? Ну, эти два выбора не очень хорошие. Наше следующее назначение будет в Мелвере, на юго-западе. В Мелвер пойдем. Погнали. Насколько я помню, в Мелвере осталась только городская стража. У них нет галийских солдат в гарнизоне. Было бы неплохо, если мы смогли там отдохнуть немного. Да вы еще в Мелвере, вы только отдохнули. Успокойтесь. Пока мы доберемся до Мелвера, мы еще, наверное, два или три сражения отыграем. И почему ты вернулся? Мои извинения, мы проиграли. Это не то, о чем я... Это не то, что я имею в виду. Если ты вернулся, все, что ты приносишь мне, это проблемы. Лидия, не будь такой беспечной. Нонсенс! Этот парень... Этого парня нет причин возвращаться сюда. Я теперь член Бесных Воронов. Мне еще нужна какая-то причина. Фурпос, это возможно? Да? Цель. Ты целенаправленно тратишь солдат и танки? Смирись с этим. Иначе тебе придется просить прощения. Блин, опять не хватает одной линии. Короче говоря, это естественно, что мы несем потери. Ты сейчас говоришь про былое, будучи былым? По прошлом, будучи прошлым. Не знаю, что это значит. Лидия, не ты ли позволила Гусургу пойти в сражение с этими солдатами? А в чем проблема? Не забывай, что начальник ответственен за действия своих подопечных. Ну и как я должна быть в здравом смысле, когда перед нами стоит шпион? Я не шпион. У тебя есть какие-то доказательства, и если у тебя они есть, то быстро их предоставь нам. Капитан Дахау, мне так же неприятно находиться рядом с тем, кто когда-то был нашим противником, а теперь стал союзником. Глядеть в небо! Вам, парни... Вы, парни, не понимаете этой вещи? Что это? О чем ты говоришь? Ты говоришь, что нам небеса дадут ответ? Свободное небо здесь имеет частичку дарксанской души. Да блин, опять фразы нет! Что за... Короче говоря, я не могу это переведить, потому что тут нет начальной и конечной фразы. Могли бы как-то сместить. Это дух дарксанцев, который несколько приостыл. Наша цель это независимость. Если что-то будет более... Это что-то более важное, чем национальность. Это наша основная цель для всех дарксанцев. Кусург полностью понимает мои ощущения. Зиг. Дарксанцы Галии и федерации наши противники? Нет, они наши товарищи, которые сражаются за независимость. И что это? Ладно. Он отказался от своей галийской национальности и стал независимым солдатом. Я понимаю, капитан Дхэлл. Но я ни черта не понимаю! Лидия психует. Когда вы увидите результаты, Лидия, ты меня поймешь. Ты действительно думаешь, что ты сможешь заставить их сражаться против тебя? У Безыменных сейчас нет много припасов. Это будет то же самое, что отобрать конфеты у ребенка. Более того... Даже если их Валькирия опасна... Она полностью еще не контролирует свои силы. Этот кусок информации очень интересен. Это наша возможность атаковать Безыменных. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне еще раз попытаться. Сражаешься со своими бывшими товарищами Безмилосердия? Ну, а я думаю... Я знаю, о чем ты говоришь. Для меня обещания будущего более важны, чем друзья прошлого. До тех пор, пока у Даркстанцев будет возможность получить свою независимость, я буду желать убить их всех. Гусорк! Ну, отлично! Опять нет куска фразы. Не могли бы вы как-то, не знаю, текстик сместить немножко сюда, чтобы влезло еще одно... А-а-а! Ладно. Короче говоря, я думаю, что он здесь говорит, что... Ты хорош на словах, но... Твои слова... Не хватает немного действий. Я буду следить за результатами твоей миссии. Так точно. Я абсолютно не понимаю, что происходит в голове у этих Даркстанцев. Ну да, ты ж не Даркстанка. Я не могу здесь находиться, это просто отвратительно. Чувствую, Лидия пойдет и доложит Максимилию, но все. Отлично! Уэль там! Так, вот... Данные от текущей ситуации. Пожалуйста, послушайте. Я предсказываю, что галлийская армия... Отправит какие-то силы, чтобы нас преследовать. Нам нужно... Нам нужно как бы не встречаться с ними и... Двинуться на юго-запад. Численность галлийских и имперских солдат на юге должна быть невелика. Уда, вся жизнь происходит на запад... На этом... На востоке, на северо-востоке. Мелвер на юго-западе. Мы, должно быть, уже здесь были. Наши припасы заканчиваются, поэтому нам нужно быть очень осторожным. У нас еще, кстати, есть Адхольд. Как только у нас будет достаточно припасов, мы продолжим наше продвижение на юго... Короче говоря, на юг к Артольду. Продолжая двигаться с нашими припасами, будет немного утомительно. Поэтому... Это все, что мы можем делать в нашей текущей ситуации. Наша... Приоритетная цель это поиск припасов. Но мы также должны сбегать галлийскую армию. Пожалуйста, все, будьте... На чеку. Мы взбегаемся. Ну, поехали! Посмотрим. Надеюсь, нам не придется с городской стражей еще воевать. Я бы очень не хотел их увалить. Так, новый ивент добавлен. Узы. Далее. Рен... Блин, запутываюсь. Ранг магазина 12. Возвыш... Возвышение бедственных воронов было добавлено. И DLC было добавлено. Какой нафиг DLC? Так, это мы посмотрели. Это мы посмотрели. Далее нам сюда. Фестиваль душ. И... Какой-то еще ролик. Называется... Будь... Будь осторожен. Давай посмотрим. Дополнительный ролик. Надо посмотреть. Вот и амуниция, и припасы. Починка вашего танка тоже будет скоро завершена. Да ему не нужна починка! Спасибо за вашу помощь. А, это мы только сейчас из Войля выходим, да? Наконец-то. Позвольте мне, ребята, проверить ваше состояние. Риэлла? Я? Твое лицо выглядит бледным. Дай мне проверить твой пульс. Да с ней все нормально, но... Я здесь главный по медицине, поэтому не беспокойся. Ну, ладно. Ну и как я? Я думаю, ты немного устала. Из-за чрезмерной работы. Твое тело и дух очень... Очень устали. Особенно твой дух. Что, правда? Ты тоже можешь видеть, когда женское сердце устало. Гурт, тебе нужно следить за Риэллой. Ну, ладно. Риэлла, позволь мне осмотреть твое лицо. Не-не-не, Гурт, если ты посмотришь на меня так... Я буду очень смущенную. Я буду очень смущенную. Что, правда? Я еще мысленно не приготовилась. Мне еще не хватает. Тебе нужно заботиться о себе, Риэлла. Вар пропал. Вар? Мне кажется, я видела Вара на столе. Это Вар, это не лопата. Что? А, это ее личное оружие. Вар, это мое личное оружие. Никто не должен до него прикасаться. Возможно, кто-то взял... Ее в спешке. Они не могут им пользоваться. Все у Эли были очень добры к нам. Даже если забыть про оружие. То, что его надо... Остачать амуницией. Нам не хватило бы достаточно еды. Если бы люди нам не помогли. Если бы не они, мы бы должны были уже умирать от голода. И есть грибы. Ты понимаешь? Ну ладно, тогда я, думается, буду благодарна им за то, что они взяли мое оружие. И, наверное, пошли учистить. Либо что-то такое. А если мы потревожили тебя в любом... Не знаю, если мы тебя как-то потревожили, позволь мне быть первым, кто извинится перед тобой. Нет, это должен я, кто будет извиняться. Ок. Персюди. Грибы очень ее мотивируют. Ну, ок. Так, мы отправимся к Мэлверу. Безопасной поездки. Казет, спасибо. Будьте осторожны. И вы будьте осторожны. Эй, хорошая девочка. Казет. Так, это мы в Уэлле веселились. Далее надо зайти в магаз, естественно. Как уже без этого? Традиционно зайти в магаз и посмотреть, что у нас там новенькое. И только в магаз. Прокачаться тоже надо. Так. ХП, точность и... Сайленс. Тоже неплохая штука. Ну, давай уклонение лучше. Дофига опыта, тратим весь. Так. И в магазин. Сейчас, наверное, куча нового оружия. Я там даже предыдущее не купил еще. Потому что я дополнительные миссии не выполняю. Мне не хватает денег. Идите тут оружие нового. Талисманщиков. Так. Уклонение. Точность. Повышение крит движения. И ХП. Так. Филд слюд. Ух! Так. Вот это давай купим. Обязательно порядки для всех скаутов. Ну, вообще всех. Так. Вот это давай купим. Бласт слюд. Вообще обалденный. Против... Противоударный. Так. Па-версис персонал. И дадим эллиоту. Огнемет. Хировый урон. Ворбик. Я помню там у... Да это уникальное. Так. Вайпер С. Точность хорошая, но урон говняный. Так. Лансар 8. Ого урон. Серьезная штука. Ну, это абсолютно какие-то херовые. Мортерное оружие. Бесполезное. Т-МАКС-ФФ. Да, неплохая штука. То есть он как бы и автомат, и огнемет. Неплохая штука. Так, что там насчет снайперских винтовок? Меня вот это вот очень интересует. ГСР-6. Урон 182. 220. Конечно же ГСР-3. Лучший выбор. Всех экипировать. Очень неплохая винтовка бронебойная. 20 тысяч, МАКС-8. Давай. Дорого, ну давай. Сейчас что-то очень все дорого пошло. Точность хорошая. А, нет, это дальность хорошая. Точность вот этой лучше. Но у него подствольник. Тоже полезная штука. Давай этот возьмем. РГ-5. Что мы можем за 5 тысяч купить? Ничего. Все, деньги закончились. Слишком много классных вещей нам тут уже дали. А, стоп. Надо же экипировать что-нибудь. Точнее, не экипировать, а проверить экипировочку с МПХ. По-прежнему самое лучшее оружие. Риэла. Галицкий А3. Неплохой. Ровин тоже неплохой. ВППЛ. Ну. Точность поменьшается. Точность поменьшается. А так, да. Лансар 8. ВППЛ уже вышел из моды. Что у него, кстати, тут? Против бронированных целей и дальность. Чтобы быть лучше на точность. Хотя ладно. Так, Феликс. ЗМ МП. Да, это пока что лучший выбор. ЗМ Гар. Тейт. Да, пока что МР 2Х. Самый лучший выбор. Серж. Тоже неплохо. Уклонение 20. Эми. Что у тебя? Херварда. Тебе надо качаться. Потому что Ровин СРГ 1 получше. Надо значит Эми почаще вызывать. Так, Лейла. ТМАК 4. Пока нормально. Тут тоже. Валерия. Ничего интересного. ГСР А3 по-прежнему самый лучший вариант. Так, Шин, кстати. Ты там у нас не прокачался? Нет? Нет, ты пока ветеран. Вот и самурай надо тоже иногда вызывать. Так, Маргарит у нас с Вайпером. Лариса с ГСР А3. Все правильно. А Эллиот у нас не может пока это экипировать. Вообще тут бронебойный какой-то меч. Как в этом... Метал Гир Райзен. Или как-то там... Не помню. Короче говоря, на ПК выходил Метал Гир какой-то там. И короче говоря, там тоже машины разрезались. Вот мне кажется, вот этот хрен будет разрезать автомобили и танки. И вообще просто на ура. Ну а пока что Сайвал 2. Все. Надо заканчивать. Так что... Надо заканчивать. Поэтому данная серия подходит к концу. Поэтому... На этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И... Мы увидимся уже в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok